МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вдали от исхоженных троп за южными горными пиками среди изрезанных скал начинается царство мрака. В серой мгле раскачиваются висящие на ветвях деревьев мертвецы, и знак у дороги гласит, оставь надежду всяк сюда входящий. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и лишь овраги среди гор врастают в землю тут. Над оврагом мертвого ветра среди безжизненных серых скал вьется узкая тропа. Лишь племени прихотливых людоедов с незапамятных времен облюбовало это место. Много лет ущелье ветра поражено смертельным проклятием, и источник его перед нами. Грозным силуэтом вздымается на фоне серого неба темная башня. Горожан. Хранилище сокровенной магии. Когда-то пристанище Медива, величайшего волшебника всех времен. Сейчас сосредоточие зла, обиталище мертвецов, призраков, демонов и полузабытого эхо былого. Но именно туда отправляется на этот раз наша съемочная группа, храбрый паладин и четыре его помощницы, шаманки-близняшки. Башня молчит. Конклав волшебников давно пытался подобрать ключи к воротам каражана. Когда магам это удалось, отряды героев со всего Азерота пришли сюда. Они проникали в башню и раскрывали ее зловещие секреты в поисках славы и трофеев. Те времена далеко позади. Дежурные маги и призрачные жители деревни у подножья башни давно уже не видят новых гостей. Но мы отправляемся под своды каражана, чтобы еще раз пройти через каменные чертоги Медива, потому что память о великой темной башне не должна угаснуть в сердцах. Паладин и четыре его верные спутницы-шаманки делают шаг. Путешествие начинается. Из этого роскошного вестибюля отряды исследователей отправлялись в опасный поход. Если же храбрецов одолевали сомнения в своих силах, они первым делом спускались в подвал. Когда-то здесь жили слуги. Теперь лишь одинокий призрак сторожит вход во тьму, где обитают жуткие чудовища. Часть подвала заняли пауки с паучатами. Чуть подальше целая армия нетопырей хлопает крыльями. В глубинах сырых комнат демонические псы нюхают затылый воздух. Весь этот зверинец – хорошая проверка сил. Достаточно ли остры мечи? Крепки ли щиты? Хорошо ли лекари исцеляют раны? Если ответ – да, то можно возвращаться. Через вестибюль, стоило, где призрачные конюхи присматривают за скелетами лошадей. Мощными ударами копыт эти костлявые чудовища могли затоптать кого угодно. Но даже их сила не сравнится с силой черного огненного коня по кличке Полночь и его хозяина, словещего ловчего по имени Атуменов. В дальнем конце конюшен есть лестница на второй этаж, вооружейную, где раздается звон оружия. Там тренируются привидения бойцы, и на кухне давно ушедшие из жизни повара готовят еду. Но этой лестницей никто никогда не пользовался. Старая и полуразвалившаяся, она никому не нужна. Куда приятнее подняться по главной лестнице межколонной украшений в бальный зал. Играет клавесин, бал не прекращается здесь никогда. Призраки не устают грациозно танцевать и беседовать за пиршественными столами, пока скелеты официанты разливают вино. Под окнами и витражами в окружении четырех знатных призраков стоит бывший дворецкий медива. Ныне он смертоносный и изысканно вежливый мертвец Мороус. Он не рад нам, нежданным гостям. Поэтому паладину и шаманкам придется прибегнуть к силе убеждения, чтобы Мороус согласился пропустить нас в театр. Как-то неловко вышло. С балконов наверху открывается отличный вид на пиршественный зал. Взгляните на врачные колонны. Послушайте, как бьют башенные часы. Отчетливо и грозно. Не будем терять времени, свернем в гостевые покои. На стенах висят жутковатые картины, а на роскошных постелях лежат скелеты. О печальной судьбе этой парочки нам поведает кинжал и фиал с ядом. Нет повести печальнее на свете. В дальнем конце коридора стоит женщина титанических размеров. Это благочестивая дева, и она готова пожертвовать жизнь на борьбу с нечистыми помыслами. Оставим ее в одиночестве. Нам наши нечистые помыслы еще пригодятся. Время чинить доспехи и продавать хлам. В этом нам поможет инженерный ремонтный дроид. После бального зала и гостевых покоев нам прямая дорога в театр. Вот он какой! С ложами, фресками, огромной люстрой и причудливым органом. Зрители, правда, полупрозрачны, но хлопают они по-настоящему. Чтобы узнать, какое представление дают сегодня, давайте пройдем за кулисы и обратимся к конференсье. Быть может, мы увидим постановку «Красные шапочки» или вечную классику «Ромео и Джульетту». Послушаем, что объявит конференсье. Мы измерим глубины человеческой души вместе с этой потерявшейся маленькой девочкой, в которой верные спутники помогают искать путь домой. Ага, сегодня волшебник страны Оз. Чтобы пройти дальше, нам придется поучаствовать в зловещем представлении. Вернется ли она домой? Время покажет. Итак, начинаем представление! Боже, при чем? Не ржавеем? К нам кто-то пришел? Сначала мы ликвидируем Дороти и ее спутников. Потом приходит очередь злой ведьмы, призывающей на нашу голову ураганы. По лестнице мы поднимаемся на театральный балкон, куда нас, конечно же, попробуют не пустить призрачные гости, но с помощью доброго слова и выброса лавы можно добиться куда большего, чем одним лишь добрым словом. Ненароком потерев волшебный прилог, мы призвали крылатую официанту. Нам она раздает пиво, а врагам тумаки. Хоть какая-то помощь! За верхними ложами открывается проход к разрушенной части башни. Во мраке тут летают привидения. Скрипучие лестницы грозят развалиться под ногами, над террасой возвышается темная башня. В небесах летает огненный дракон. Его не просто так прозвали. Ночная погибель. Кажется, он нас заметил и собирается напасть. Придется дать бой! Когда-то этот дракон истреблял целые отряды сильнейших героев, но сейчас он уже не так страшен. На самом верху разрушенной лестницы через галерею открывается путь в библиотеку Медива. Каменные изваяния, совы с горячими глазами и холодными сердцами хорошо сохранились во многом благодаря вечно бодрствующему стражу, механическому куратору. Вот он какой! Вышагивает по галереи и не подозревает, что нас ему придется пропустить. Мы вступаем в библиотеку. Обширное хранилище десятков тысяч волшебных домов. Этот зал – лишь малая часть библиотеки, но он огромен. Здесь много книг и костров. Призрачных жителей в зале мало, зато хватает механических стражей, патрулирующих его вдоль и поперю. Выплески магии привели к тому, что тут завелись вот эти волшебные сущности. Они полностью устойчивы к волшебству. Их не возьмет ни молния, ни огонь, ни темные заклинания, ни магия света. Поэтому, чтобы одолеть их, команде шаманок придется забыть про выбросы лавы и прибегнуть к политике большой дубинки. Обилие книг и содержащиеся в них тайные знания привлекает не слишком достойных читателей. Перед вами посланцы сумеречного молота, тайного колдовского культа. Они явно что-то разыскивают. За потайной дверью лежит длинный коридор. Там внизу, за углом, прячется пара демонов. Козлорогий Терристиан и щуплый Килрех. Судя по магическим письменам, они собираются принести кого-то в жертву. Не дадим им этого сделать! Судя по магическим письменам, пока мы сражались, демоны чуть не принесли в жертву одной из шаманок. К счастью, они не успели. Мы поднимаемся все выше и выше. Далеко внизу остался главный зал библиотеки. Все ближе мы к парящим в пустоте обломкам башни. Тут, закованной дверью, в частном зале библиотеки обитает одинокий и беспокойный призрак. Не Лас Аран, старый маг, отец Медива. Успокоить его дух наш долг. К бою! Обратите внимание на огненные круги. Это заклинание называется «Венец пламени». Когда призрак его произносит, необходимо остановиться и стоять на месте. Если сделать хоть шаг, произойдет взрыв. Немало героев погибло, забыв об этой предосторожности. Наконец-то! Кошмар закончился! Время подкрепиться. После небольшого пиршества съемочная группа продолжает путь. На верхнем этаже библиотеки, прямо под заяющей пустотой, обосновались еще одни пришельцы, привлеченные магической литературой. Это звездные торговцы, существа из чистого эфира. Они не очень-то дружелюбны, но один из них согласится с нами поторговать и отремонтировать пострадавшие в боях доспехи. Здесь дорога раздваивается. Слева путь в обсерваторию. Вот она какая! Исполинский телескоп смотрит на ночное небо, а под сводами планетарии то и дело проносятся падающие звезды. Тут Медивз занимался экспериментами в области разведения драконов. Вот яйцо! А вот дракон. Его зовут гнев пустоты. Он торжественно вышагивает вокруг телескопа, и лучше нам его не трогать. Последнее препятствие, отделяющее нас от вершины башни, игровой зал. Здесь на огромной шахматной доске стоят фигуры, олицетворяющие события Первой войны. Люди против орков. Король Лейн против вождя Чернорука. Пехота, конницы, демоны, элементали. Каждая из них — шахматная фигура. А кто это? Неужели сам Медивз? Увы, его тут нет. Перед нами лишь его далекое эхо, но сходство просто поразительное. Эхо Медивза хочет, чтобы мы сыграли с ним в шахматы. Сразу предупреждаем, он жульничает. А за этой дверью покой, где когда-то обитал сам великий волшебник. Тут Медивз спал, ел, читал и писал книги, проводил эксперименты, которые позже и привели к открытию темного портала. В покоях Медива почти никто не бывает. Обычно герои не заглядывали сюда, а поднимались все выше и выше по лестнице, пока не оказывались здесь. Вот и вершина. Среди серой пустоты до сих пор летает кругами верный грифон мага. Точнее, то, что осталось от несчастного существа. Впереди последний рубеж, пустомарь. Место, где башня соединяется с миром демонов. С этого каменного острова сюда пришел князь Малчезар, властитель иных измерений. Остановить его не так легко. Малчезар хорошо владеет оружием. Вдобавок он призывает на помощь огненных демонов. Один за другим они падают из пустоты и поджигают землю вокруг себя, грозя загнать нас в ловушку. Но как бы ни был силен Малчезар, мы сильнее. Демон пал, и с его погибелью башня освободится от проклятия. Но сам Медив сюда уже никогда не вернется. Так что будет она и дальше. Одиноко стоять в серой мгле, хранилище тайной опасности. Красивая и смертельная темная башня. Горожан. Над спецвыпуском клуба «Игропутешествий» работали. Замысел и моральная поддержка «Колдун Тимон». Идея ваша, порталы наши. Общее руководство, опросы безопасности, инженерные приспособления «Паладин Торвор». Огневая поддержка, лечение, тотемы и распайка добычи «Команда шаманок». Обеспечение едой и транспортом «Магический орден. Кристаллики льда». Съемочная группа благодарит разбойницу Скорпинити за любезно предоставленные отмычки и съемку скрытой камерой. До встречи в новых выпусках «Клуба Игропутешествий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова